Рынки кажутся перегретыми, и кажется, будет вторая волна коррекции, я об этом говорил, и что делать? На самом деле, я сейчас занимаюсь опционами, это очень круто получается, но далеко не все это могут. И вот что предлагает готовое решение открытия брокер, я просто офигел, ребят. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, мне какое-то время назад уже мой менеджер из открытия брокер прислал презентацию на ноту, говорит, посмотри, такая интересная, я говорю, да ладно, что-то может быть интересного. Блин, ребята, она действительно интересная, перегретые акции, ставка на коррекцию, то есть мы получаем деньги максимальные, если акции падают. То есть не если акции растут, а если падают, но я думаю, ага, упадут они там, ну, далеко не факт, что они упадут. Но посмотрите на условия. Это сказка, я как посмотрел, просто офигел. Базовые активы, наиболее перегретые акции американских компаний, рыночная оценка которых существенно превысила фундаментально обоснованные уровни. Ну, перегретые они, перегретые. Tesla, Shopify, Zoom, NVIDIA и IMD. Короткий срок продукта полтора года, но не такой уж и короткий. Очень высокий ежемесячный купон. То есть ежемесячные периоды наблюдения 22% годовых в валюте. Вы такое можете себе представить? В долларах 22% годовых. И купонный защитный барьер, купонный защитный барьер, минуточку внимания, 150%. 150% от номинала на начало действия продукта. То есть, ну, это нечто просто. Да еще и защитный механизм Gear at Call. Раньше был Gear at Put, сейчас Gear at Call. То есть, если вообще все акции выросли, но не сильно выше, чем защитный барьер, то, в принципе, мы должны потерять. То есть, если все выросли, то мы потеряем. Если все выросли больше, чем на 150%. Но если они выросли на 151%, то мы сколько потеряем? Да фиг, да нифига мы потеряем. Вот сколько мы потеряем, там совсем чуть-чуть. Понимаете? Вообще обалденно. То есть, Gear at Put, Gear at Call – это вот такие штуки в нотах. Автокол есть, а здесь автопут, что ли, так сказать, там, ну, короче говоря, автоотзыв. И, ну, это опять же, для тех, кто не хочет заморачиваться в опционах, это опционная конструкция. Ну, посмотрите, купонный барьер 150%. То есть, если там все акции не выросли выше, чем 150% от номинала, вы только вообразите себя. То есть, на 50% не выросли, я получаю 22% годовых. Не выросли. Выплата купона ежемесячно, что очень важно сейчас, потому что все происходит достаточно быстро. Защита капитала условная, но я уже сказал, Gear at Put. Защитный барьер 150% сверху. То есть, если все акции выросли 150% от номинала на начало действия, мы не получаем купон. Во всех остальных случаях мы получаем купон, если, так сказать, там все акции упали, то, ну, так сказать, она закроется досрочно. Если вообще все упало. Она досрочно закрывается, мы получаем 100% от номинала и плюс, значит, это самое, все купоны. Вот. И барьер отзыва повышается на 0,3% в месяц. Он еще и повышается. То есть, там диапазон снижается автоотзывной. Вообще обалденно. Ребята, это обалденно. Вот, честно скажу, валюта доллары. Компании, которые входят. Tesla. Давно про Tesla говорят, что она не просто перегрета, она супер перегрета. Shopify, честно говоря, сейчас посмотрим, что это за компания. Zoom Video Communication. В период коронавируса все перешли на онлайн конференции, онлайн передачи. Zoom вырос больше, чем на 100%. Он перегрет. Это первое. Второе. Ну, у Zoom там скандал, там на Zoom наехали, что у него там защита данных не очень, так сказать, там, ну, интересная история. NVIDIA Corporation. Давно перегрета. Ну, давайте сейчас посмотрим на резки. AMD. Это компания, которая производит процессоры в основном, микропроцессоры, в смысле, процессоры для компьютеров. Вот AMD. AMD, ну, вот такая компания. Сейчас посмотрим. Итак, сценарий и ноты. Ну, здесь можно посмотреть. Смотрите. Наблюдение номер один. Все акции ниже купонного барьера. Выплачивается купон. Смотрите, вот все акции ниже купонного барьера. Ну, это очевидно, что, скорее всего, все будут ниже, чем купонный барьер. Купонный барьер 150%. Вряд ли они стрельнут через за месяц на 50% все сразу. Вот. Вряд ли. Теперь дальше. Если хотя бы одна из акций в какой-то момент вырастает больше, чем на 50% от начальной стоимости, то купон не выплачивается. Хотя бы одна из акций стрельнула вверх. Ракетой. Вы себе это можете представить? Ну, скорее всего, будет коррекция. На самом деле, вряд ли будет такой бурный уж рост. Ну, я плохо себе представляю. Лучшая цена выше, чем барьер отзыва. Лучшая акция выше, чем 100%. То есть, если все упали, то продукт закрывается и выплачивается 22% годовых в долларах. Если все акции упали. 5 акций. Ну, вообще шикарно. То есть, ребята, если все упало, мы получаем деньги. Если хоть что-то, так сказать, не упало, а выросло не больше, чем на 50%, нормально. И вот этот вот барьер, он повышается. Ну, я не знаю. Но презентацию можно выслать. Если вы в открытии запросите у своего менеджера, срочно запросите. Потому что это, ну, блин, ребята, это очень интересно. Я вообще... Ну, я могу ошибиться в чем-то, потому что, смотрите, я с таким первый раз встречаюсь, на самом деле. Ну, это феноменально. Гирит Пут, это вот я когда разобрался, что такое Гирит Пут, Гирит Кол, это очень круто. Это вот очень круто. Сейчас я пытаюсь объяснить. Все акции ниже купонового барьера выплачиваются. Лучшая акция выше, чем барьер отзыва, продукт начинает действовать. Ну, вот смотрите, вот она вот. Хотя бы одна из акций находится вот здесь, то есть выросла. Хотя бы одна из компаний выросла, но продукт продолжает действовать. Если одна лучшая акция выросла, чем вот этот вот барьер, то купон не выплачивается, если хоть одна из них выросла. Вот здесь вот не выплачивается. Но если она упала потом, то выплачивается и пропущенный купон, и тот, который очередной. И в конце финальное наблюдение, смотрите, вот одна из акций ниже, чем барьер отзыва. Все, все хорошо. 100% получаем. Это самый лучший вариант. Ну и последний, самый плохой вариант. Самый плохой вариант, если одна, хотя бы одна из акций стрельнула вверх и выросла куда-то в космос, улетела там какая-нибудь Тесла и так далее. Вот, тогда, да, тогда мы получаем лучшая цена выше, чем защитный барьер. Поэтому продукт повышается по механизму Gear at Call. И здесь приведена формула. Ну, здесь в данном случае 70% от номинала. Почему 70? Потому что она выросла на 165%, вернее, выросла до 165% от номинала, то есть на 65%. Ну, почти в два раза стрельнула самая лучшая акция. И формула такая, 200% минус 165% поделить на 200% минус 150%. Ну, 200 минус 150 это 50, здесь 35. 35 поделить на 50, получается 0,7, то есть 70% от номинала. Вот так. Смотрим. Тесла Инкорпорейтед. Помните, как Тесла росла в прошлом году? Вопреки всему, она сильно перегрета, друзья мои. Сильно перегрета. Она держится только на очаровании Илона Маска. Больше ни на чем. Сильно перегрета. Шопифай. Давайте посмотрим, что такое Шопифай. Работать с клиентами малого и среднего бизнеса, что подразумевает более высокую степень оттока пользовательской базы и, как следствие, доходов Шопифай. Уровень провала бизнеса для молодых предприятий очень высок. Ну, малый бизнес больше всего страдает от коронавируса. От 25 до 70% в зависимости от направления деятельности и сезонности. Несмотря на то, что целевой рынок может быть весьма большим, около 47 миллионов потенциальных пользователей, в среднем данные клиенты генерируют очень низкий ARPU. Шопифай до сих пор не достиг безубыточности своего бизнеса и вряд ли покажет положительный уровень операционной прибыли по ГААП в течение нескольких последующих лет. Более того, помимо удара по малому и среднему бизнесу, стоимость валового оборота товаров, обрабатываемых на платформе, замедлится, поскольку и потребители будут сокращать расходы. Компания торгуется по очень высоким мультипликаторам по сравнению с аналогичными. И на первый взгляд Shopify может генерировать рост выручки выше по сравнению с конкурентами. И премия может быть оправдана, но оценка уже оторвана от реальности. И имеет все меньше и меньше возможностей запаса прочности, следовательно, несет большие риски. Ну вот так. То есть она слишком сильно выросла. Zoom. Ну, Zoom Communications. Я пользуюсь этой программой совершенно шикарно. И за время коронавируса она просто колоссально выросла, потому что все стали переходить на работу по удаленке. И прямо вот она ракетой улетела вверх. Ну, после этого должна быть, во-первых, коррекция, а во-вторых, с Zoom произошел скандал. Скандал, потому что обнаружилось, что данные клиентов не защищены. Там проблемы с безопасностью. Конечно, Zoom эти проблемы решит и уже решил. Но что значит он решил проблемы с безопасностью? Значит, он стал немножечко менее удобный. Там уже требуется пароль для входа в комнату. Вот. Ну, Zoom. Вот так. NVIDIA Corporation. NVIDIA Corporation имела взрывной рост, когда пошел биткоин, потому что... Вообще-то NVIDIA производит графические карты. И вот у меня стоит на моем компьютере графический процессор от NVIDIA. GeForce. GeForce. Шикарная плата. Дело в том, что эти видеокарты позволяют не просто обрабатывать видеоинформацию, но участвовать в различных других операциях. То есть, их может задействовать основной компьютер их мощности. И я могу даже настроить на то, что часть задачи процессор будет передавать плате NVIDIA. Но у меня почему-то это не получилось. Вот. И это была единственная видеокарта, которая позволяла работать, ну, решать задачи там по биткоинам, короче говоря. И с ростом биткоина NVIDIA в космос летела. Но когда грохнулся биткоин, соответственно, NVIDIA стали... Она никому не нужна стала и, в общем-то, стали продавать. Потом NVIDIA, так сказать, всё-таки это лучшая графическая карта. Это лучшая всё-таки графическая карта в мире. И поэтому... Значит, она снова выросла, но говорят, что... В общем-то, перегрета. Вот. Ну, какие потенциалы роста? Новые рынки, искусственный интеллект, беспилотные автомобили всё чаще находятся на ранних стадиях... Всё ещё находятся на ранних стадиях развития. И хотя принято считать, что у NVIDIA есть преимущество первопроходца в данных направлениях, лидерство компаний остаётся под вопросом. Вот. Ну, уже всё заложено в цене акций и так далее. То есть, поэтому, ну, вряд ли она вырастет ещё на 50%. AMD. Ну, вот AMD как раз несколько хуже всегда было. По сравнению с Intel и NVIDIA, с точки зрения эффективности масштаба, доля продукта в AMD в несколько раз меньше практически по всем адресным рынкам. К тому же, Intel имеет возможность значительно увеличить инвестиции в исследования и разработки, что приведёт к дальнейшему доминированию в доле рынка над AMD. Ну, они, в общем, достаточно свирепо конкурируют, но Intel намного круче считается. Вот. Ну, в общем, AMD считается достаточно рисковым вложением. И тоже перегретое. Ну, собственно говоря, всё. Я мог что-то там сказать по причине того, что нота новая. Может быть, я что-то недопонял. Но мне показалось, что это офигительно. Что я ещё могу сказать? Что это первый продукт, эмитентом которого выступает не, как обычно, банк, там, коммерцбанк, какие-то европейские банки. Здесь выступает банк HSBC, британский банк. И рейтинг у него, ну, мне сказали, AA- это, ну, самый высший рейтинг среди вот тех банков, которые ранее предлагались. Понимаете? Рейтинг банка AA-. Вот так. То есть, высочайший рейтинг. Но единственный минус могу сказать, что требуется квалифицированный клиент. Только для квалифицированных клиентов, то есть, кто имеет статус квалифицированного инвестора. Ну, и от 10 тысяч долларов. От 10 миллионов запросто можно вложить. Условия обалденные. Правда. Обратитесь к своему менеджеру в открытии брокера. И узнайте просто. Попросите у него презентацию, он с удовольствием скинет, я уверен. Если не скинет, то я могу скинуть, в конце концов. Ну, у меня просто времени не хватает. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демитков Юрьев.